Ребят, всем привет, мои дорогие, кто со мной не знаком. Привет новым подписчикам. Меня зовут Конова Аня. Я веду эту страничку для того, чтобы дать людям возможность легально и официально зарабатывать через интернет с белой стабильной и надежной компанией. И вот, смотрите, я вчера писала пост и сегодня обещала написать вам продолжение этого поста. Но так получилось, что что-то я не хочу писать. Я бы хотела с вами немножко пообщаться. Да-да-да, привет всем, мои дорогие, кто со мной здоровается. Очень приятно, что заходите. Завтра у меня была съемка новинок. Сегодня у нас была крутая дружеская бизнес-встреча шикарная. Вот как раз мне Жанна Навакшонова на ней была. И вчера я писала пост, что счастье не купить за деньги. И это многое говорят, да. Но я решила поспорить с этим фактом, потому что в жизни случаются реально неожиданные моменты, когда деньги нужны. И деньги нужны на какую-либо покупку, на лечение, или для того, чтобы, не знаю, там, спасти жизнь человеку. Или вам захотелось куда-то съездить, отдохнуть, но вы, к примеру, не можете, да, денег не хватает. Вот. И вот эту тему я вчера и развивала. И, вы знаете, я также рассказывала, что я живу непосредственно, жила всегда до 33 лет, как родила свою вторую дочку. Я жила, ну, можно сказать, в каком-то кухне, да, то есть и не смотрела по сторонам. И когда мне предлагали зарабатывать, предлагали открыть свой бизнес, я всегда отказывалась. Я говорила, что он не для меня, что у меня не хватит мозгов, да, и так далее, и так далее. И, конечно, открытие своего бизнеса я представляла как, да, то, что я открываю этот бизнес, да, к примеру, и мне нужно нанимать, снимать там, да, здание, нанимать людей, заниматься логистикой, да, то есть заниматься бухгалтерией. И я понимала, что мне слабо все это делать, потому что я, ну, не бухгалтер, да, там, по образованию. Я, грубо говоря, не лидер, да, чтобы вести за собой людей, делать бизнес, да, и вот это вот все, как бы мне проще было работать, мне давали зарплату. Я эту зарплату отрабатывала и работала два на два по 12 часов много-много лет подряд продавцом в магазине, да, то есть это моя последняя работа до того, как я ушла в декрет. Да-да-да, всем привет, с кем не знакома. Вот, и что хочется еще вам сказать, то, что я так мыслила до 33 лет, пока не вышла в декрет. Вот, в декрете, когда моей дочке было 3 недели, кто уже со мной знаком, все знают, что не 3 недели, а неделя, нас выписали с роддома, мы приехали домой и меня уволили в связи с ликвидацией фирмы, да, вот 6 лет назад я поняла, что я осталась без работы на одно пособие от государства малюсенькое. И, конечно, тогда мы и начали задумываться, как мы будем жить вчетвером, да, то есть двое детей, муж и я в благоустроенной квартире, за которую нужно платить кварплату на 25 тысяч русских рублей, которых, ну, ни на что не хватало. Даже не на 25, а на 20, но 5 моих тысяч, да, по уходу за ребенком от государства до полутора лет получалось 25. Вот, ну, конечно, мы начали экономить и так далее, и так далее, ну, как все мамочки, да, в декрете. Я гуляла с дочкой, я стирала, я готовила, я прибирала, я ждала мужа с работы, я искала на чем сэкономить, пореже, допустим, пользовалась памперсами, почаще, допустим, стирала, да, то есть и все такое прочее, да, то есть я там, допустим, не использовала там какие-то салфеточки одноразовые, да, к примеру, а, грубо говоря, я пользовалась многоразовыми, которыми можно, которых можно было постирать, заново, да, расходовать, да, там поменьше мяска в супе, да, ну, вот все такое вот. И как бы, ну, жили нормально, жили то, на что хватало, как-нибудь с мечтой, что Викторию скоро возьмут в садик, и я выйду на нормальную работу, да. Вот, когда мне предложили бизнес через интернет, сказали, что без рисков, я решила попробовать, спасибо большое, да, я решила попробовать, у меня не получилось в три месяца, когда было Викуски три месяца, у меня не получилось, потому что, может быть, я не прилагала максимум усилий, я, может, зарабатывает, и мне сколько-то там переводит, да, по пять тысяч русских рублей, и как-то вот, знаете, потихоньку-потихоньку мы делали большой охват людей, мы действительно выполняли все, что нужно, да, то есть, но у нас не получилось, мы решили свернуть лавочку. Решили уйти, я решила, что вот сейчас я пойду на работу, и я узнала, что если я устроюсь на работу, а моему ребенку менее полгода, менее полтора года, да, то есть, то, если это вот официальная работа, то перекроют выплаты от государства, и, ну, грубо говоря, я бы получала на 2-3 тысячи больше, то есть, и вот эти 2-3 тысячи больше, я поняла, что я буду оставлять ребенка на маму, мама в возрасте, мама старенькая, и, получается, я бы ей тогда должна была бы, чтобы работать, там, покупать памперсы, и так далее, и так далее, да, то есть, что-то готовить, какие-то каши покупать, чтобы она должна получше, да, побыстрее что-то приготовить, чтобы это было менее трудозатратно для нее, и я поняла, что потеря денег, ну, вообще, как бы, не особо, да, то есть, я еще больше, я еще меньше буду иметь денег, нежели пойду на работу, нежели я сама вот тут там сэкономлю, тут сэкономлю сама как-то, да, вот, и вот как раз продолжение к предыдущему посту, что я знакома с сотнями людей, которые лично, честно, трудом-то берюсь успеха, и которые со мной знакомы, они в моей команде, они в моих параллельных командах, да, то есть, и, конечно, всех приглашаю к себе, приглашаю зарабатывать, зарабатывать деньги, но сначала послушайте мою предысторию, почему, как бы, когда мы стали, мы проходили врачей с Викторией очень часто, и никто ничего не замечал, и однажды я начала замечать, что, когда я гуляла, да, со своей дочкой, то, что она меньше говорит слов, да, практически не говорит, другие дети говорят, другие дети слушаются, а моя вот как-то все мимо ушей, мимо ушей, я начала вспоминать свою Екатерину старшую, вот, начала понимать, что что-то тут не так, сначала, конечно, все было хорошо, до 8 месяцев, 8 месяцев у меня младшая дочка сказала первый раз мама, 8 месяцев она почему-то не поползла, она почему-то пошла, мне тоже это было очень удивительно, почему мой ребенок не ползая начал ходить, вот, да, и различные такие моменты, и вот как раз вот тут я столкнулась с первой острой нехваткой денег, я поняла, что в полтора года мой ребенок не говорит слова, которые, в принципе, должен говорить уже ребенок полтора года, мама, папа, дай хотя бы что-нибудь, вот, и все места, куда меня отправляли, это были платные клиники, если это была бесплатная клиника, то там сидел врач, который, ну, не всегда хорошо выполнял, да, свои полномочия, да, не всегда хорошо работал, вот, или там были огромные здоровые очереди, и, как бы, мы жили в маленьком поселке, и деньги нужны на такси, деньги, в общем, нужны на прием, хороший специалист стоит хороших денег, и вот тогда мы уже столкнулись с первой нехваткой денег, вот, когда уже было дочке полтора, где-то, ну, меньше полутора лет еще, да, то есть, и я присоединилась к компании Фаберлик, по совету девушки, соцсети, она мне сказала, что все легально, официально, доход белый, и я решила попробовать, да, когда я решила пробовать, я еще не знала, да, что мне понадобится сейчас, на данный момент, крупная сумма денег, вот, которую, в принципе, мы и зарабатываем, это было все здорово, как бы, все, все шло идеально, все шло хорошо, был карьерный рост, то есть, я сама решила взять ответственность за свою жизнь, вот, и первая сумма денег, крупная, которая нам понадобилась, это, конечно, на очень сильное обследование, когда Викуске исполнилось два года, и те деньги, которые мы потратили на это обследование, для нас были баснословные, да, и мои дочки поставили диагноз, мы, у меня особенный ребенок, да, у нас с мужем особенный ребенок, наша Виктория, она до сих пор плохо и мало очень разговаривает, у нас идет задержка речевого развития, задержка психического развития и так далее, вот, нашли у нас, конечно же, сильную родовую травму и так далее, и так далее, о которой мы даже не догадывались, и которую мы даже не знали, что она у нас есть, потому что, в принципе, все было хорошо, грудничком она была обычным, адекватным, все было нормально, да, под вопросом ставили аутизм, но потом сказали, что все-таки это родовая травма, что это кислородное голодание и так далее, да, то есть и во время родов, да, во время родов, потом уже на МРТ, я узнала, что и у меня был инсульт, о котором мне ничего не сказали, врачи, может быть, даже сами не знали, вот, роды были ужасно тяжелыми, и как бы я эти роды много лет вспоминала, но сейчас как-то, вот, знаете, все это приутихло, да, и вот как раз на тему денег хочется поговорить, когда я поняла, что нам нужны огромные деньги, мы начали реально зарабатывать, мы пришли в компанию Фаберлик, у меня не было возможности пойти по найму, потому что садик нам уже точно не светил с таким диагнозом, нас никуда не брали, в нашем маленьком поселке Мурыгина, где мы купили первую квартиру, ну, как бы это был удар, да, когда мы об этом узнали, но все равно, как бы, мы устояли на ногах, и мы решили идти дальше, мы решили ничего в своей жизни не менять, мы просто решили больше уделять внимание на хороших специалистов для Виктории, да, и проходит какое-то количество времени, мы понимаем, да, мы понимаем, что нам не помогает наши мургинские специалисты, что они вообще рядом не стояли с городскими, мы принимаем решение покупать квартиру в городе, буквально за 2-3 месяца, это 4-5-6 примерно каталогов, да, то есть мы открыли несколько новых статусов для того, чтобы приобрести квартиру в городе, потому что нашу квартиру в Мурыгина никто не покупал, нам пришлось покупать квартиру в городе, да, на улице Московской мы живем, кто кировчанам, тем привет, вот, и мы понимаем, что нам нужны хорошие специалисты, мы начинаем перебирать огромное количество центров, мы начинаем туда ходить, и мы ходили и в платные центры, и в бесплатные центры, и как бы остановились сейчас на абитерапии, где действительно у нас идет результат, где действительно мы увидели, что, как вам даже сказать, что ребенок начал произносить первые слова, спасибо ребят за поддержку, тяжело рассказывать эту тему, но я решила именно выйти в эфир, потому что написать это сложно, и это не войдет в пост, да, то есть мы начали зарабатывать, и купили вот как раз вторую квартиру в Кирове, не потому, что мы хотели жить в городе, мне очень нравилось, в нашем поселке Мурыгина, у нас из окна была, видна речка, да, то есть и мы ходили на речку, у нас 15 минут, 10 даже, ой, да какие 10 минут, 5 был гор рядом, вот, и, конечно, мы гуляли туда-сюда, у нас были шикарные детские площадки, но у нас Виктория укачивала машине, и когда мы ее везли в город на занятия, ее тошнило, и час занятия, она вся зеленая, едем назад, ее опять тошнит, и мы понимаем, что все занятия просто впустую проходят, специалисты в Мурыгина не поедут, это 25 километров от нашего Кирова, город Киров, это примерно, ну, где-то около 500 тысяч населения, да, то есть это маленький городочек, но не совсем такой уж, совсем маленький, да, привет, привет, мои дорогие, и как бы так получилось у нас, да, такая ситуация, такая история, мы нашли центр, мы все нашли, мы нашли людей, которые проводят интенсивы, мы сейчас вытаскиваем Викторию, скоро мы едем еще на один интенсив, который будет проходить в Джубке, это рядом с Сочи, с 20 июля по 10 августа, 20 дней, стоимость на минуточку, да, вот кто говорит, что счастье не в деньгах, да, то есть стоимость одного марафона, мамы с ребенком, стоит 150 тысяч русских рублей на 10 дней, мы остаемся там на 20 дней, это 300 тысяч рублей, плюс мы берем с собой, конечно же, нашего папу, потому что, ну, нереально, да, круглые сутки находиться с особенным ребенком, иногда хочется поспать, или там в туалет сходить, да, помыться, еще что-то, да, то есть такой ребенок не даст возможности, даже полчаса в сутки побыть одной, да, чтобы сделать все свои самые необходимые дела, вот, и поэтому, как бы, ну, я думаю, поставьте плюсики, кто видел мои обзоры на ютубе, да, я думаю, это очень заметно, да, что за Викторией нужен постоянный уход, у нас сейчас на данный момент две няни, одна няня с хорошим высшим образованием, ее зовут Лариса, мы ее прям очень любим, педагог от Бога, прям очень хорошая женщина, вот, вторая няня, более такая подвижная, подвижная, она молодая, и она с Викой то на велике поездит, то еще что-нибудь, то есть, ну, они так вот друг друга дополняют, и плюс во время, вот сейчас идет у нас коронавирус, да, к нам ходит специалист саба терапии, также мы ходим в бассейн, у нас недавнего времени бассейн открыли, ЛФК, УФК, то есть мы массажи, озонотерапия, то есть у Виктории полностью, прямо полностью идет развитие, со всех сторон, это же логаритмика и так далее, то есть нейрокоррекция, очень много специалистов с ней работают, и, конечно, одна вот або терапия стоит около 50 тысяч в месяц, да, видели плюсики, да, видели мы Викоську, вот, ЛФК, бассейны, вот это все, это еще, ну, где-то около 20-25, и вот сейчас, на данный момент, мы, в принципе, полностью занимаемся Викторией, немножко, даже чуть-чуть отошли от дел, не так интенсивно работали, как работали раньше, вот, и я могу сказать, что денег нам начало хватать, после того, как мы начали зарабатывать, да, после того, как мы начали зарабатывать, я понимаю, что вообще мамам у особенных деток, да, те, которые, вот, реально детки болеют, нужны очень сильно деньги, да, и никто, кроме нас самих, да, нам самим не поможет, нашим детям не поможет, и случаи бывают всякие, потому что до того, как родилась наша Виктория, мы не знали, что у нас случится такая проблема, и что нам должны были поставить такой вот диагноз, да, то есть диагноз нам до сих пор толком не ставят, хотя мы ездили и к московским врачам, и к питерским врачам, мы очень много врачей перебирали, потому что, когда для нас, нам поставили первый раз диагноз аутизм, для нас это был такой сильный удар, что я вот просто месяц я лежала, я с ней гуляла, я готовила кушать, но я была, как бы, знаете, не в себе, вот, и, конечно, мы ее обследовали везде, везде, везде свозили, и сейчас, как бы, нам этот диагноз сняли, но сказали, что вы, говорит, догоните своих сверстников, вы сможете асоциализироваться, привыкнуть к социуму, да, то есть, и мы начали ее ко всему приучать, мы начали слушаться полностью врачей, педиатров, нейропсихологов, и так далее, то есть, мы всегда смотрим видеозаписи, как с ней занимается один на один человек, и мы поддерживаем это дома, да, то есть, допустим, моя Виктория ни за что не получит, ни Омегу, ни Омега, она очень любит нашу Омегу, на столе у меня уже нету, да, или нашу, кстати, Фаберлик, да, Омегу, или она очень любит шоколад, и она должна сказать, я хочу шоколад, и только тогда она его получит, да, то есть, мы полностью слушаемся, у нас действительно есть хорошие результаты, нам попались очень хорошие специалисты из або-терапии, были, конечно, ошибочные случаи, где мы месяц-два теряли время, в пустую, можно сказать, платили деньги, и не видели абсолютно никакого результата, вот, и я вам могу сказать, что, вот, кто говорит, что счастье не в деньгах, как, вот, можно вообще, вот так думать, да, как можно вообще так жить, как можно не зарабатывать, как можно не понимать, что действительно может случиться любая ситуация, когда действительно может резко понадобиться какая-то крупная сумма денег, вашему там папе, маме, вам, ребенку, и так далее, да, то есть я считаю всегда, что хотя бы сколько-то денег должно быть в запасе, не дай бог что-то, чтобы они у вас были, да, то есть второй случай, когда мне пригодились очень сильные деньги, это то, что у моего свекра поставили год назад, меньше, меньше года назад, зима это было, да, ну, где-то вот, ну, даже не помню, по-моему, перед Новым годом, у него затряслись руки, ему стало плохо, я его отправила к хорошему врачу, и этот хороший врач поставила ему прединсультное состояние, то есть еще бы немножко ему бы дало, его бы парализовало, мы начали его вытаскивать, оказались проблемы с сердцем, оказалось, ну, там огромный список заболеваний, и понимаете, благо, что у нас, благо, что у нас просто есть за кромах деньги, да, мы же не все деньги протрепываем, да, вот прям получили и все, мы просто эту сумму отдали, мы просто ему выкупили огромное количество препаратов лечебных, и так далее, и так далее, конечно же, папу сразу засунули в больницу, вот, и сейчас он бегает и прыгает, и у меня уже была такая ситуация, да, но с моим родным папой, ему дал инсульт два года, уже два с половиной года назад, и никто его не предвидел, мы не знали, как он выглядит, но глядя на свекра, я уже знала, что у него скоро будет так же, как у моего папы, вот, мой родной папа, да, то есть мамулька у меня, хоть ей 72 года недавно исполнилось, но она крутая, у нее все хорошо, она ни на что не жалуется, вот, она такая умница, она очень подвижная, может быть, из-за того, что она очень подвижная, у нее нет жалоб до сих пор ни на что, вот, а папа, папа у меня тоже сдает, и мы тоже как бы его лечим, и вот каждые примерно, ну, где-то каждые 50 дней, 50, 55, может быть, 60, да, ну, примерно раз в два месяца, мы обоих пап и обоих мам возим к нашему врачу, и наш врач прописывает нам новые-новые бады различные, да, то есть там омегу обязательно, чистку прописывает, какие-то очищающие травки, еще что-то, то есть мой врач против антибиотиков, и против всего такого прочего, да, то есть вообще, в общем-то, да, то есть она лечит нас на нейронической электростимуляции, нейродинамической электростимуляции, то же самое, что наш ДНС, только там более сильные, мощные лечебные программы, как-то Ом Романа называется, мы покупали этот аппарат, ездили в Москву, и покупали его за 55 тысяч рублей, и сейчас всю семью этим аппаратом лечим, да, то есть вот у нас скоро пройдет ремонт, вот, и после того, как он закончится, я папу к себе заберу на очередное пролечивание данным аппаратом, потому что сам он им не поймет, как пользоваться, к сожалению, да, то есть нужно его обязательно лечить, жить там у них, ну, негде, вот, но они живут как бы в трехкомнатной сейчас квартире, но они живут вместе с моей старшей сестрой, с племянницей, мама с папой любят спать отдельно, потому что уже, ну, старенькие, да, они друг другу мешаются, вот, и в общем любят спать отдельно, я вот его заберу, потому что у меня будет комната для гостей, и пролечу у себя дома, да, то есть, и вот вы понимаете, вот даже по итогам прошлых выплат, да, от компании Фаберлик, да, у нас получаются выплаты, да, куда вообще вот я распределяю деньги, почему мне нужны деньги, почему у меня цель зарабатывать и не носить кучу золота, да, вот у меня действительно, я вам клянусь, у меня одна золотая цепочка, которую мне муж подарил на какую-то из годовщин свадьбы, да, то есть просто вот потому что он решил, что вот у меня хоть что-то должно быть, у меня нет сережек, я вообще не ношу серьги, обратите внимание, мне не нужны деньги на то, чтобы блестеть, сверкать, что-то на лице надувать, да, то есть какие-то вот, ну, конечно, я тут морщинку закалываю, спасибо огромное снижание, все-таки мне ближе к 40, у меня тут начинается вот эта вот морщинка, она бывает глубокая, и мне вот Снежана вот эту одну морщинку закалывает, да, вот, и, конечно, конечно, хочется подольше, да, помолодой оставаться, конечно же все наши кремчики, но еще и вот на мне колола вот шею один раз, вот это вот, вот эти вот морщинки, да, и вот тут, но все равно как бы ближе к 40 уже проступать начали, да, хочется сохранить молодость, и вот тут как раз тот момент, когда ты понимаешь, ты 40 потратила на одного папу, 40 потратила на другого папу, это уже 80, приличную сумму денег на выплаты двум няням, спасибо большое, да, то есть потом в центре мы у нас уходит около 45-50 тысяч, остальные занятия около 30-35 тысяч, да, то есть, ну, плата за квартиру, там, по бизнесу, различные виды хостингов и так далее, это мы все оплачиваем, сайты, чтобы у нас у команды все было, да, вот, директора, конечно, помогают, каждый скидывается по 500 рублей, но это, конечно, маловато, не хватает, да, то есть мы с основателем проекта, Татьяна Сафронова, Николая Андрейка, Аня Кононова, да, вот все мы втроем, мы еще доплачиваем сверху, вот, и как бы, как вам сказать, вот это все, как бы такие затраты, и где бы я взяла деньги, да, вот вопрос к тем, кто говорит, что счастье не в деньгах, где бы я взяла деньги, и как бы я вылечила бы Викторию, да, то есть, как бы я лечила Викторию, вот к вам вопрос, да, кто вот такие вещи мне пишет в директ, на ютубе, что вот вы зарабатываете, у вас там все хорошо, поделитесь со мной, дайте мне, приходите, научу, приходите, научу, потому что, вот вы знаете, когда нам поставили диагноз, у меня не было в мыслях, что я буду ходить по соцсетям, делать вот эти вот фотографии, и у каждого в личку просить денег на интенсив для Виктории, допустим, джубку, да, я понимала, что я сейчас потыкаю кнопочки, я заработаю, и я сама этот интенсив выкуплю, потому что это мой ребенок, и я его родила сама для себя, вот, и да, мы выздоравливаем, вот, 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 слава Богу, чтобы все было хорошо дальше, прям, прям заплевалось в кадре, но, сами понимаете, да, тема такая душесчипательная, мы сами ждем, вот, да, получается, что нам скоро 7 лет в августе, да, нам будет 7 лет, и, конечно, хотелось бы уже в школу, понятно, что мы не пойдем, вот, цифры, буквы, что-то учим, то есть, букву А, Б, В, Г, Д, там, может показать, но она их пока не говорит, да, то есть, говорит, ну, выборочно, что вот ей удобно говорить, вот, поэтому, ребят, это сегодняшний мой прямой эфир был продолжением, да, того, что не все измеряется в мире золотом, да, то есть, очень много измеряется в мире добром, у нас очень добрый классный бизнес, мы приглашаем людей в свою команду, мы обучаем, мы даем им возможность зарабатывать, на свои истинные цели, на свои истинные мечты, и вот как раз мои истинные цели, это продлить как можно дольше жизнь своих родителей, мои истинные цели, это вылечить, поставить на ноги свою младшую дочку, чтобы старшая дочка у меня, да, то есть, ни в чем не нуждалась, да, вот она сейчас выросла, вот, поэтому не всегда, что значит, дайте, анюта их, что печатает, да, очень часто мне пишут, что зарабатываете, дайте, у меня там ребенок больной, дайте, вот, я говорю, что обращайтесь в фонды, да, то есть, я, конечно, не знаю, как эти фонды все работают, там, но вот, допустим, наша компания Фаберлик, огромным количеством фондов, помогает, я это точно знаю, да, то есть, и, вот, и как бы, когда, вот, ко мне обращаются, я им всегда говорю, что я помогаю, я на данный момент помогаю, в центру Доброе Слово, вот, и я помогаю кошать, я кошатница, да, то есть, мы хотели котеночка взять, но у нас не получилось сегодня, у меня расстройство небольшое, вот, я перевожу еще в кошачий период немножко денежек, потому что, когда в ленте пишут, помогите, там, нашли котенка, нужны срочные деньги, я не могу, я перевожу, вот, ну, это единственное, да, что я могу сделать, это бесплатный центр, где нам помогали бесплатно, когда у нас не было такой суммы, денег, мы туда ходили, занимались, вот, потом мы ушли уже в платный центр, потому что, там, как вам даже сказать, там нами дорожат, мы, наверное, самые такие частые, хорошие клиенты, и часто у нас родители спрашивают, где вы взяли деньги, что вы прям хотите, порой по 4, порой по 5 часов в сутки, вы ходите, занимаетесь, как у вас так получается, да, то есть, ну, три часа, максимум, ежедневно, у нас занятия есть, кроме воскресенья, на воскресенье у нас бассейн, футбол, там, кстати, футбол у меня еще, Катя говорит, Вика ходит, да, вот, и получается, вот, у меня ценность, да, вот, не курорты, которые я мало, плохо пащу, да, то есть, вы знаете, что я была в огромном количестве стран, городов, такие страны, как, допустим, остров Шри-Ланка, Доминикана, Италия, да, то есть, что еще, Бали, Турция, Тунис, Таиланд, ну, в общем, сейчас сложно вспомнить, мы действительно ездим, отдыхаем, все, но это просто, вот, на то, чтобы, кстати, больше половины, все, что я перечислила, нам компания Фаберлика, оплатила, вот, мы даже на них не тратимся, потому что компания Фаберлика плачивает нам эти поездки за то, что мы растем, развиваемся, работаем, ведем команду за собой, за то, что мы не ленимся, да, вот, и, конечно, я не могу сказать, что начинать бизнес с особенным ребенком, это очень просто, нет, это не просто, да, но, с другой стороны, ты понимаешь, ради чего ты начинаешь, и, знаете, ребят, если я смогла, да, то смогут и люди, у которых нет таких глобальных проблем, и не дай бог, никому таких проблем, конечно же, я не пожелаю, но я могу сказать, что всегда нужно идти вверх, ценить себя, даже если у вас нет каких-то, какого-то плохого положения, да, то есть у вас нет там, слава богу, да, то есть больных там деток, у вас нету там, к примеру, очень стареньких, родителей, родителей здоровы, да, дай бог, еще сто лет жизни, да, как говорится, все равно нужно, даже если у вас все хорошо и спокойно, все равно нужно стремиться вверх, и не ради того, чтобы носить там Гуччи Прадо, и быть всем в золоте, да, и ходить там, вытряхаться, что у меня там новая шмотка, да, как говорится, у меня вещи, да, только необходимые, только необходимые, что у дочки, что у мужа, что у меня, у нас только необходимые вещи, да, у меня там допустим трое джинс, там 10 платьишек каких-нибудь висит, да некоторым платьям по 3-4 года я их надеваю, я их ношу, они хорошие да, то есть у меня нету таких вот проблем, чтобы я пошла и там за 200 тысяч купила себе платье, нет я ни за что не пойду, я не пойду покупать себе там за 200 тысяч какое-то колье с бриллиантами и мне никогда вообще вот честно сказать, не прельщали вот эти все богатства и может быть, если бы не Виктория я бы сейчас, конечно, не была бы первым человеком компании, да вот и может быть, я бы конечно и не захотела бы работать в интернете, я бы пошла по найму но я была лишена возможности работать по найму понимаете, я тупо была лишена и с одной стороны ну раз уж я была лишена, да то и хорошо, что лишена я бы тогда не смогла бы если бы я работала по найму представьте, я бы отдала ребенку в специальный садик из этого садика я бы ее забрала она не умеет говорить я не знала бы, что с ней там делают а тут пусть с ребенком няня ходит да, то есть но я с ней рядом у меня дома камеры установлены да, то есть я всегда могу в любое время посмотреть, что там моя Виктория вытворяет что она там плачет что она там выпрыгивает да, бывают у нее моменты она прям орет требует там шоколадку или не хочет заниматься не хочет она писать эту букву А и вот она прям выступает я вместо того, чтобы бежать смотреть да, то есть я им не мешаю я не вмешиваюсь да, вот я зашла на камеру видеонаблюдения и посмотрела ага, смотрю значит моя Лариса нянечка да, воспитатель вернее ага пытается выдавить с нее букву А вот то есть мне вот так вот конечно же удобнее да, то есть а я для своей Виктории можно так сказать как губка, как жилетка ее там помучают позаставляют поумнеть а она потом бежит ко мне жалуется что вот мама пожалей придет ко мне прижмется мы с ней сидим там песенки можем попеть поцеловаться там еще что-то да, то есть ну и потом они уходят гуляют а я сажусь работаю да вот да, привет привет кстати вот Лариса Куба зашла на на прямой эфир она вместе с Верой Тыщенко организует крутой марафон по похудению поэтому кто еще не зарегистрирован живо 2 к Ларисе регистрироваться и живо 2 на марафон будем с вами стройнеть и богатеть будем красивыми стройными и богатыми вот я думаю это мечта любого человека чтобы все было идеально вот да, спасибо я на самом деле не такой уж расточительный человек вот мне в принципе нравится да, да, да всем привет мои дорогие вот ну что ж я думаю да, да, да бегом Лариса он уже начался расскажи по-моему завтра первый день да, у нас уже поздно я вышла да, рассказать поздно-поздно вот и смотрите еще что хочется сказать по поводу денег очень часто говорят нежели богато не стоит начинать деньги там это зло там еще что-то нет, ребят деньги это добро деньги это возможности деньги это хорошее отношение к вам и деньги это не всегда возможность да, носить там золото бриллианты а деньги это возможность действительно помогать другим людям помогать своей родне да, помогать своим мамам папам с 0.01.07 начала а, через месяц да, Ларис сейчас какой месяц то у нас первое 0.06 да, через месяц еще только набор ага, спасибо у меня мечта вес набрать господи забирайте мой у меня столько лишнего веса это просто кошмар 3 килограмма скинула и остановилась больше ничего не скидывая вот а, значит что еще набрать ко мне индивидуально да, у Ларисы отличные результаты подсознательно богатый человек никогда не купит себе платье за 200 тысяч ну, может быть и да я не знаю да, то есть есть, конечно люди, которые зарабатывают им нравится деньги девать некуда может быть они бы и купили да, то есть ну, вот я не знаю я вот в шубе хожу три года и хожу спасибо большое мама, папа я ага и мой забирайте да да, берите нам не жалко пожалуйста дарим безвозмездно вы все равно и вы исходите Мария вот у меня сестра чтобы не ела но ничего у нее нигде не пребывает я говорю ты нюх забирай мой за все равно ты исходишь все равно у тебя ничего не останется все мы с ней смеемся да, мы с ней очень разные да, привет всем ну, что ж, ребят я думаю прямой эфир лучше, чем пост да, поболтать лучше и, конечно хочется вам пожелать любите себя развивайтесь тянитесь вверх хочу, чтобы у вас все мечты сбывались чтобы вы жили хорошо и классно и вот вы знаете ну, кто еще спасибо большое вот когда когда не накрашено и когда говорят что ты красотка вдвойне приятнее когда ты без макияжа и говорят что красотка да, спасибо вот ну, что ж всем пока-пока всем спокойной ночи потому что я вчера обещала эфир и думаю боже мой я не написала пост столько много писать думаю у меня ни в один пост не войдет я решила выйти и поболтать с вами сегодняшний эфир будет вместо моего обещанного поста который я вчера для вас обещала даром дарим но если кому набрать вес пишите в директ вы знаете набрать вес мне кажется можно с нашими коктейлями наводите коктейль на молочке туда орешков и пьете два раза в день и будет вам набор веса но я вот не рекомендую вообще никому набирать вес зачем он вам нужен лучше да лучше берегите свою фигуру чтобы у вас все было хорошо да 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 ну все всем пока пока я думаю на свой вопрос я ответила завтра еще может быть по прямой эфирю выйду как время будет наверное не выйду завтра у нас съемки одежды съемки новинок фаберлик вот из этого вот каталога сегодня выложила видео час двадцать четыре он длится представляете видео вот час двадцать четыре у меня такое ощущение что его никто смотреть не будет потому что слишком много прямо слишком длинное но ничего бывает ну 600 просмотров есть ну все всем пока да спасибо огромное за комплименты очень приятно жаль что это до конца посмотрели ну круто вот еще ко мне на прямой эфир пришли да вы сегодня два часа со мной да ну все всем пока пока Продолжение следует...